Высший совет прокуроров избрал председателя. Главой ВСП стал Дмитро Бады, бывший представитель правительства Молдовы в ЕСПЧ. Он был единственным претендентом на кресло председателя и в ходе тайного голосования за его назначение голоса отдали 9 человек. Дмитро Бады пробудет в должности в течение двух лет. В результате тайного голосования, в котором приняли участие присутствующие сегодня здесь члены Высшего совета прокуроров, господин Дмитро Бады получил 9 голосов. Высший совет прокуроров в новом составе собрался сегодня на первое заседание, в повестке дня которого фактически был только один вопрос – избрание председателя совета. Дмитро Бады был единственным кандидатом на эту должность. Важно работать сообща, чтобы мы могли противостоять абсолютно любым вызовам и провокациям, как внутренним, так и внешним. Это непростая должность, и я понимаю, что мы столкнемся с вызовами. Перед началом голосования Дмитро Бады рассказал о том, каких придерживается приоритетов. Среди них обеспечение со стороны ВСП независимого и беспристрастного отношения к прокурорам. Я имею в виду принятие реактивной и проактивной позиции в ситуациях, когда происходят необоснованные нападки на личность прокурора через ВСП. Опять же, необходимо вмешиваться в эти ситуации, применяя механизмы реагирования. Это с одной стороны. С другой стороны, важно переоценить и переосмыслить механизмы социальных гарантий, предоставляемых прокурорам. Мы просим льгот, мы требуем результатов, но в то же время мы должны обеспечить решение проблем, в том числе тех, которые существуют в административной, материально-технической, финансовой части. Это все соотносится с ответственностью, которую вы требуете от прокуроров. Дмитрий Абады был избран членом Высшего совета прокуратуры на Генеральной ассамблее прокуроров в декабре 2023 года. В апреле прошлого года он был заслушан комиссией при обетинге, прошел оценку, отвечая критериям этической и финансовой честности. В прокуратуре Дмитрий Абады работает с 2012 года. Также он был командирован представителем правительства Молдовы в Европейский суд по правам человека, откуда ушел в отставку в декабре 2023 года.